Второй день саммита Большой Семерки во французском Биарице стал богатым на новости не только для серьезных политических изданий, но и для желтой прессы. Прежде всего обсуждают появление главы МИД Ирана Джавада Зарифа. Приезд был более чем неожиданным. Зариф накануне должен был отправиться в Китай, первую точку своего азиатского турне. Однако, как сообщают источники, в кратчайшие сроки все переиграли. В прессе появились утверждения, что Париж пригласил иранскую делегацию в одностороннем порядке, не поставив в известность США. Отчего Трамп якобы был в ярости. Уже позже пришло опровержение, мол, американская делегация была в курсе. Однако, когда предупредили, неизвестно. Макрон не теряет надежды убедить Трампа снять санкции с Тегерана и вернуться в иранскую ядерную сделку. Но пока процесс буксует. В Биарице Зариф преимущественно общался с французской стороной. Так он около получаса беседовал с Макроном. Подробности переговоров неизвестны. Елисейский дворец ограничился тем, что назвал их позитивными. При этом есть мнение, что навести мосты с Тегераном, как и в прошлый раз, могла бы помочь Россия. И, как сообщается на встрече G7, Трамп настаивал, чтобы Москву пригласили вернуться в клуб. На встрече обсуждали тему России и Украины. Там были общие и различные оценки. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе, в реализации минского процесса, чтобы вновь начать разговор о привлечении России к формату G7. Это мнение было поддержано другими. Ну а таблоиды сейчас обсуждают вот эти кадры. Так называемое семейное фото в расширенном составе, а точнее поцелуи. В России западные журналисты обратили внимание, что как только супруга французского президента обменялась поцелуями с американским лидером, Мелания Трамп таким же образом поприветствовала премьера Канады Джастина Трюдо, которого многие СМИ считают одним из самых симпатичных мировых политиков. На фоне сплетен о не всегда безоблачном семейном небе в Чите Трамп многие задались вопросом, а не ревность ли это со стороны Мелании?